Ну нормально, так вроде честненько говорят. Рост, давление, температура. Робот как робот. Детям понравится точно. Республиканская станция переливания крови взяла на работу робота-медика. В России ему нет аналогов. Его назвали Донни. Имя произошло от наименований процедуры сдачи крови человеком. Донация. Медицинского робота станции передали благотворители. Искусственный интеллект на службе уже третий день. Держится стойко, с улыбкой приветствует каждого донора. Он предлагает вам заполнить анкету, то есть ответить на ряд вопросов. И потом предлагает измерить артериальное давление, сосчитать пульс и измерить вашу массу тела и рост. То есть он тем самым высчитывает индекс массы тела. Полученные данные можно сразу распечатать. Потом донор подходит в регистратуру. Получает карточку и направляется к врачу-трансфизиологу. Время приема у врача сокращается, ведь робот уже провел необходимое обследование. Также медицинский помощник оснащен функцией распознавания лиц. Скоро Донни сможет узнавать всех доноров республики с помощью системы Face ID. Робот является хорошим собеседником. Ему можно задать любые вопросы, на которые он с радостью ответит. Не откажет он и в просьбе сделать фото или потанцевать. Станцию польку. Станцию польку. В среднем у нас приходит порядка 20-25 человек в день. Это только на республиканскую станцию переливания, которая здесь у нас в Уфе. Но мы также принимаем еще в наших филиалах. Это город Стерлитамак, город Октябрьский, Нефтекамск и Белорецк. Туда тоже приходят доноры достаточно активно. Получить искусственным путем данные антитела невозможно. Тогда на помощь приходят переболевшие и выздоровевшие люди, в крови которых появились антитела коронавирусной инфекции. Через месяц после выздоровления донор приходит сюда. Если у него будет выписка и будет установлен факт заражения, то есть был ПЦР положительный и потом отрицательный, то, естественно, мы сразу же принимаем на веру таких доноров и сразу заготавливаем антиковид. А если человек пришел, у него не было подтвержденного факта, то есть ПЦР был отрицательный, после того, как переболел, то есть было только подозрение на коронавирусную инфекцию, мы сначала берем пробирочку, вернее, берем плазму и берем пробирочку для определения уровня антител. После этого только мы решаем, это действительно антиковидная плазма или нет. Сдача антиковидной плазмы длится около часа. Процедура донации проходит под присмотром медицинского работника в комфортных условиях. Один донор сдает примерно 600 миллилитров. Этого объема хватает, чтобы помочь двум-трем больным коронавирусам, находящимся в тяжелом или средне-тяжелом состояниях. Я сама работник скорой помощи. Всегда сдавала плазму крови или кровь там, да, либо цельную, поэтому у меня не было как бы преград. Я переболела просто сама ковидом, в связи с тем, что антитела есть. И помогаем другим этим самым. Запас антиковидной плазмы сейчас есть и выдается по запросам медицинских организаций. К сожалению, уровень заболеваемости коронавирусом в Башкирии еще высокий. Республиканская станция переливания крови старается сократить время ожидания плазмы в больницах. Алия Кашифудинова, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.